Добрый кучер, с вами Вечер, и это почти же дневный обзор новостей виртуальной реальности. Погнали! И сразу к двум новостям в одной. Во-первых, для четвертого обителя зла, который именно на квест устанавливается, появился полный русификатор. Выразить свою благодарность можно, подписавшись на бусте переводчика. Да-да, это тот самый парень, который перевел для нас из Железного Человека и Call of the Sea. Ну а где скачать саму игру на свою гарнитуру, можно найти по ссылке в описании. Вторая новость. Уже для ремейка этой зимой появится поддержка VR. VR. Одна беда, Capcom делает ее только для PSVR 2. Но так как движок тот же, что и у предыдущих номерных частей и ремейка, нам, ПК-боярам, остается только ждать, пока энтузиасты вроде Прейдога возьмутся за то, что они умеют делать лучше всего. Кстати, модер так и заявил, что начнет работу только после выхода VR-поддержки для плойки. Если вы, как и я, все еще ждете Зиги с Cosmic Adventures, у которой сейчас проходит закрытый предрелизный бета-тест, то подождите еще. А пока ждете, вот вам свежеиспеченный... А, ой, это анонс, а не релиз. Но да ладно, там демка есть. InterSolar 80A3 — это игра с похожей реализацией, но другим подходом. Если в приключениях Зиги вы летаете на корабле с конкретной целью распределяете ресурсы корабля для прохождения уровней, то здесь вы в гордом одиночестве летаете по бесшовной вселенной, где нужно проводить менеджмент своих ресурсов, чтобы все так же в гордом одиночестве не застрять посреди космоса. Исследуя просторы вселенной, вы будете находить различные станки, разбитые корабли, древние артефакты. Но самое главное — все это будет происходить в декорациях золотой эпохи фантастики, то есть в декорациях 80-х годов. Ставь лайк и подписывайся на канал, если в детстве мечтал управлять машиной при помощи перекрестий на клавиатуре, потому что за баранкой вертеть было страшно. Кстати, о баранках. BeamNG Drive получила поддержку виртуальной реальности. В целом, в VR-гарнитуре можно делать все то же самое, что и в обычной игре. Ездить, ездить, ходить, ездить. В конце концов, это не аркадные гонки, а песочница. То есть развлечение себе по большей части придется искать самому. Конечно, в игре есть всякие режимы, сценарии, редактор уровней. Для кого-то это может и мало, потому что хочется покататься с другими людьми. Но зато, как я жаловался в прошлом ролике, тут можно покататься вообще где угодно. Правда, в некоторых случаях могут пригодиться таблетки типа антимори. Потому что вот посмотрите на этого чела. Но невозможно играть в VR-е, в специальном кресле и за 7 минут ролика не проблеваться. А, кстати, да. В нынешней версии у игрока отсутствует тело. Поэтому, если будете играть, не стоит ныть, что у и так довольно реалистичной игры нереалистично отсутствуют руки. Неожиданно, почти за неделю до ежегодной конференции мерных, в сети появился первый полноценный ролик с геймплеем с предстоящей Assassin's Creed VR. В целом, мы увидели все то, о чем нам говорили ранее. Три героя, три эпохи и у каждого свое оружие, которое мы могли видеть, когда играли в плоские части. Но, с другой стороны, мы увидели более нетипичные механики. Например, то, что окружение частично будет интерактивным. Те же книги можно дергать, чтобы открывать потайные проходы или передвигаться на лодках. Для серии это, конечно, не новинка, но все же. Однако, меня самую малость смущает вот что. Тени и боевка. Игру вроде не Васяны за три копейки делают, а Тени почему-то... Ну да, ну да, пошел я нахер. А боевка... ну и я уже в предвкушении, что в комментариях будут писать. Мда, в Blade Insuris или как-то получше. Короче, надеюсь, что все это хитрый план по увеличению продаж третьего квеста, где игра будет иметь куда лучшую графику, а то как-то совсем уж печальненько. Ну, скоро узнаем. Хорошие новости для тех, кто ждет сюжетную составляющую Stride. Для начала. Игру, что удивительно, не перенесли в очередной раз. Она все так же выходит во время рождественских праздников на квесте, а в стиме в следующем году. А теперь, собственно, самая замечательная новость. Владельцы уже купленной игры получат большую скидку на покупку сюжетной Stride Fates. Да-да, вы не ослышались. Примерно 8 часов компании придется покупать отдельно. По всей видимости, игра получилась настолько огромной, что тут уже хочешь-не хочешь, а пришел сделать отдельную разработку. Ну и что же. Если разработчики грезят о том, что проект должен наполнить нам те самые эмоции, когда вышла самая первая Mirror's Edge, то если у них получится, я с превеликим удовольствием заплачу свои кровные. Второй раз. Если Ярость Асгарда выйдет до нового года, у Бригады Света появится достойный соперник за звание лучший Роглайк 2023 года. Однако есть и подвох. Начинается, в принципе, все по классике. Мы появляемся, штурмуем подземелье, бьем болванщиков и сражаемся с боссом. За выполнение квестов во время забега можно получать различные плюшки, которые помогут во время путешествия. Если погибнуть, все потеряете. Но если вы пройдете весь путь до конца, полученное добро можно будет перенести в основной прогресс игры. Многие могут задаться вопросом, мол, а нахрена мне это вообще надо? А прикол, господа, в том, что для некоторого оружия, доспехов или артефактов придется спускаться в подземелье, потому что некоторые компоненты можно найти только там. Чем-то этот режим мне напоминает мультиплеер из третьего Масс Эффекта, где приходилось увеличивать боеспособность галактики, чтобы в сюжетной кампании выйти на лучшую концовку. Минутка забавной истории. Разработчики Возвращения в Восторг так сильно хотели сделать новый мод для Half-Life Alyx в стиле Dead Space, что случайно уже почти сделали вообще отдельную игру. Просто команда так сильно увлеклась разработкой, что не заметила, как мод плавно перетек в нечто самостоятельное. После апокалиптичного происшествия на Земле, последние представители человечества, находясь в стазисе, отправились колонизировать далекие планеты. Единственное, что в определенное время просыпается человек, чтобы проверить, все ли идет как надо. И вот когда настал черед главного героя, доктор Отто Хадсон, выясняется, что что-то пошло не так. И теперь судьба всего человечества, вернее остатков от остатков, находится в ваших руках, которые держат... Нет, не тонну оружия. В данном случае вы будете орудовать только одним пистолетом, который можно улучшать и навешивать обвесы, что позволит превратить пистолет в автомат или дробовик. А чтобы выяснить, что за чертовщина вокруг происходит, понадобится... Стальные яйца. Второе. Терпение. Игра, по идее, должна выйти в следующем году на квесте и, возможно, одновременно и в SteamVR, а позже должен будет подъехать релиз на Pico и PSVR 2. Hellsweeper все-таки добрался до своего релиза. Так как о самой игре, где нужно использовать тысячу и одну метод для истребления нечисти в преисподней, я рассказывал в подсказке сверху, тут я опишу, почему вам стоит обратить внимание на игру. Игроки высоко оценили динамику и разнообразие ведения боя. Можно и просто махать колюще-режущими палками, можно устроить перестрелку. Как вестерня. Можно швыряться магией, зачаровывать оружие, прыгать по стенам, делать сальто, во время прыжков замедлять время и продолжать калашматить врагов. Короче, стиль боя ограничивается одной лишь только вашей фантазией. По факту, это на самом деле не сюжетная игра, а скорее еще один рогалик. Появились, нашинковали все, что движется на арене, филипортировались на следующую арену, улучшили навыки и снаряжение, снова изрубили все и вся. На словах просто. На деле в Стиме даже есть отрицательный отзыв, где игрок жалуется, что игра слишком сложная, так что придется попотеть. Еще один аспект, который на момент публикации ролика еще не пофиксили. Кооперативная составляющая пока еще не доведена до ума. Если вам каким-то чудом удастся подключиться к своему другу, будьте готовы к тому, что счастье продлится недолго. Потому что у многих после победы над первым боссом игра перестала подключаться. А на этом сегодня все. Ставь лайк, подписывайся на канал и да пребудет с тобой VR.